гоу завтракать здравствуйте дорогие подписчики и гости нашего канала с вами как всегда алексей грильков очень много приходит комментариев которых вы просите приготовить какой-нибудь вкусный завтрак сегодня это довольно таки простое блюдо которое приготовит сможет просто любой человек мы сегодня будем использовать победа урюс всемогучиус вы давно хотели чтобы я что-то приготовил с помидорками на завтрак завтрак займет у нас буквально ну наверное по сути минут десять это очень быстрый и вкусный рецепт и мы его сегодня будем делать именно с использованием микроволновой печи потому что честно говоря ну многих она есть почему бы не воспользоваться и потому что готовит она очень быстро так что поехали приступим значит что нужно будет сделать берем я купил 4 средних томата по размеру что мы делаем берем острый нож это очень важно и нужно снять крышечку делается это все очень аккуратно потому что она нам еще понадобится это будет некая крышечка для блюда берем ложку чайную и начинаем аккуратно оттуда выгружать мякоть постараться нужно сделать это по максимуму потому что сделано лучше и там такой штучкой чтобы не испачкать ничего во всем нужен порядок ребята вы же прекрасно понимаете тоже это немножечко усилий и а вот она у нас уже вылез отлично сливаем весь сок отсюда вот да ну можете постараться еще немножко от косточек избавиться от семечек вернее вот потому что по сути они нам здесь не очень нужны максимум главное убрать это мякоть которая здесь присутствует сейчас мы подготовим 4 помидорки и начнем делать яичную смесь помидорки оставляем в покое по поводу очистки помидоров вот внутри есть перегородки их нужен тоже я не знаю было видно лет на камеру но я думаю что это было видно перегородки тоже ложкой нужно будет убрать нужно сделать максимум пространство для нашей начинки приступим к начинке значит нам понадобится 100 миллилитров сливок 20 10 процентных это важно и два куриных яйца мы их сюда сейчас с вами аккуратно выливаем далее берем соль по соли две небольшие щепотки будет достаточно и свежемолотого перца ну куда же без него тоже так не надо перебарщивать совсем чуть-чуть добавим также сюда у нас мы взяли сыр потёрли на терке значит мы используем российский и у нас осталось немножко пармезана мы все это дело смешали такая смесь получилась поэтому сырка тоже тут буквально возьмите вот такую щепотку и добавьте сюда может быть даже вот побольше все теперь мы должны это все тщательно сбить мы будем взбивать именно в этой штуке потому что это удобнее вот нужно добиться однородной костисти консистенция кстати этот рецепт можно делать и без сливок то есть можно просто яйцо залить сюда сверху там ветчинки сырочка но это какого вы хотите но в сливках она получается очень нежная то есть такой легкий хороший завтрак тем более да тут что тут ничего плохого нет наторопродукт можно сказать вот она мы добились нужной нам консистенции вот как вы видите и сейчас займемся наполнением все компоненты готовы только единственно что нужно сделать мы взяли ветчинку здесь замечательно зайдет и другие виды колбас скажем так и сосиска сюда нормально зайдет здесь и сулька так все берем помидор снимаем шапочку и немножечко нужно будет начинить как бы сделайте такую небольшую как сказать то даже внутреннюю оболочку тут уже по вкусу как вам больше нравится вниз мы добавим еще немножечко сыра совсем так немножко потому что в принципе нас в основном соусе он есть вот и добавляем сей раствор вот оставляем немножечко место сверху это делается для того чтобы положить сейчас мы еще немножко даже порежем 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 нарежем куда-то слаберу порежем ставим вот так вот сюда чтобы прям внутри был внутри был вичин и сверху опять опять при пораживаем все сырком и закрываем крышечку как она здесь была вот наверное где-то вот так вот по такой процедуре делаем все четыре тома помидориус всемогучиус нафарширован теперь самое время его приготовить значит по время приготовления у нас займет 3-4 минутки на максимальной мощности в вашей микроволновке я к сожалению не могу же предугадать какая она у вас но ставьте на максимум то есть 3-4 минуты но если вы не уверены в своей микроволновке может быть она у вас старая или не очень мощная то откройте посмотрите просто омлет должен взяться он должен быть такой как суфлеш суфлешным стать поэтому ставим на 4 минутки и ждем блюдо готово можно его попробовать но перед этим нужно взять какой-нибудь зеленушки петрушки рукколы все что вы любите мы предпочитаем укроп в этом блюде поэтому мы обильно обильно посыпали укропом по идее можно еще добавить сверху сыра если вы прям фанат сыра я честно говоря фанат сыра немножечко еще тоже добавил после микроволновки блюдо будет очень очень горячее поэтому сразу кушать его не нужно подождите 2-3 минутки а лучше разрежьте пополам и подождите потому что невозможно будет горячо давайте пробовать по поводу этого блюда у меня есть только восклицательные знаки наверно 3 4 5 да очень много с чем это связано я сейчас скажу может быть немножечко глупость но это так и есть вы когда-нибудь пробовали томат со вкусом омлета скажем так наверняка нет тут получается такая история что помидор полностью превращается по вкусу в омлет а наоборот омлет превращается в помидор вот это вот рок изобилия вкуса он зашкаливает стоит приготовить обязательно что хотелось бы заметить добавляйте сыр и снизу и в сам раствор этот яичный и сверху получается такой вот тянущийся мне почему-то очень напоминает пиццу действительно получается очень вкусно сытно для утра то что нужно тем более это можно приготовить микроволновой печи которая скорее всего у вас есть но для тех у кого ее нету я бы наверное ну у вас есть если есть духовка то можно в принципе приготовить довки но это будет уже запеченные такие вот помидоры немножко не тот тоже вкусно я готовил но немножечко не то раскочегариваете духовку до 200 220 градусов и на 10-15 минут у меня в среднем 10 минут занимает но лучше посмотрите как оно все запеклось у вас и пробуйте скажем так блюдо достойное внимание значит то что получилось по денежки получилось 215 рублей я считаю что это достойное такое вот блюдо вот я для начала почему-то подумал что покажу вам именно как такое блюдо для завтрака но по сути сделать даже вечерочком такие помидорки и замечательно зайдут с каким гарнирчиком например и то что осталось от помидор то что мы вынимали можно сделать небольшой легкий салатик ну не выкидывать же это тоже такое добро так что вот готовьте радуйте себя и своих близких ну а с вами был как всегда алексей грильков подписывайтесь на наш канал на ю тубе вступайте в нашу группу вконтакте и подписывайтесь просто на лайв канал если вам интересно какая-нибудь дополнительная информация связанная с каналом все пока